Марина Таубер остается под стражей. Суд Чекан отклонил ходатайство адвокатов депутата от партии Шор об ее освобождении из-под ареста. Там она пробудет еще 20 суток, хотя прокуроры требовали оставить народную избранницу в тюремном изоляторе еще на месяц. Сама она продолжает настаивать на своей невиновности. Представители защиты уже заявили, что опротестуют сегодняшние решения. Тем временем у здания суда проходил протест. После того, как на прошлой неделе заседание суда по Таубер было отложено по запросу прокуроров, народную избранницу не доставили тогда на слушание из тюрьмы, сегодня ее все же привезли в Чеканский суд. По дороге в зал заседания она успела сделать несколько коротких заявлений для СМИ. Прежде чем приступить к рассмотрению запросов, как прокуроров о продлении содержания Таубер под стражей еще на месяц, так и адвокатов об ее освобождении, страна защиты потребовала сделать слуш неоткрытыми, в том числе для прессы. Ходатайство защиты исходит из того, что это практика европейского суда. Судебные заседания по вопросу о применении меры пресечения должны быть публичными. Это и было запрошено в суде. Впрочем, этот запрос судьи отклонили. После многочасового совещания они решили, что Марина Таубер проведет еще 20 суток в 13-й тюрьме, хотя прокуроры запрашивали 30. Адвокаты намерены обжаловать сегодняшнее решение суда. После оглашения вертикта народные избранницы разрешили выступить с заявлениями для прессы. Это неожиданное решение. Надеюсь, что, в кавычках, конечно же, за ним стоит серьезная причина, потому что на сегодняшний день государственные обвинители не смогли представить никаких улик или новых доказательств, которые послужили бы основанием для того, чтобы я по-прежнему содержалась в пенитенциарии. Тем временем десятки сторонников партии ШОР протестовали и скандировали лозунги. На улицы пришли не с пустыми руками, а с макетами представителей высшего руководства страны. «Марина, мы с тобой! Марина, мы с тобой! Марина, мы с тобой!» Среди манифестантов были также депутаты и советники от партии ШОР. Попытка некоторых народных избранников войти в здание суда не увенчалась успехом, что сильно их возмутило. Кто такая? Кто так еще его не пропустит? Кто такая? Вы же скажете мне, чтобы я тоже с ним? Повезите? Или как? Повезите? Повезите? 1 августа апелляционная палата Кишинева оставила Марину Таубер под стражей, отклонив ходатайство адвокатов, которые требовали отменить меру пресечения в виде предварительного ареста. 21 июля Таубер лишили парламентского иммунитета и задержали на трое суток. Впоследствии ее поместили под стражу в изолятор 13-й тюрьмы. Такое решение принял суд столичного сектора Чеканы по требованию прокуроров. Обвинители считают, что депутат, оставшись на свободе, могла уклониться от уголовного преследования и уничтожить улики. Народные избранницы фигурируют сразу в двух уголовных делах. Они касаются финансирования партии ШОР преступной организации и фальсификации финансового отчета политформирования за первое полугодие 2022-го. Таубер все обвинения отвергает, а дело против себя называет политическим.